Не каждый знает силу слова. Для человека, который хочет жить спокойно, не добавляя грехов себе, существует простое условие – не говорить больше, чем это необходимо, и говорить только то, что приносит добро ему и другим. Поэтому еще раз полезно вспомнить народную мудрость, прежде чем что-нибудь произнести. Слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. Обычно человек невольно для себя говорит что-то, не зная, каким последствиям могут привести его слова. Наслаждение одних людей вызывает у других такие же желания. Мы выражаем материальные связи с помощью звуков. Но бессмысленные разговоры не ведут к счастью. Один мудрец перечислил особо опасные для нашей жизни действия. Бессмысленный разговор. Как дела, например? То есть разговор ради самого разговора. Споры. Не для порождения истины, а чтобы доказать, что спорщик умнее оппонента, для поддержания собственной репутации. Сплетни. А ты слышал, что твоя соседка, коллега, родственник, друг или подруга и так далее. А я не распускаю сплетни, я не виноват, что мои сотрудники сплетничают друг о друге, скажете вы. Но слушание этих сплетен также приравнивает вас к ним. Обсуждение чужих недостатков. Каждый имеет право на свободу слова. Поэтому мы и говорим с кем-то о ком-то. Обычно в его отсутствии. Только то, что думаем. Но маленький нюанс. За спиной о человеке мы говорим по-другому, нежели в лицо. И неважно, хвалим мы человека или осуждаем. Откровенная ложь, обман, запутываясь в сетях неправдивых слов, нам со временем перестанет нравиться это состояние. И жить с нечистой совестью придется мучение. Оскорбления других людей особенно набожны. В одном священном писании сказано, если человек причиняет вред великим душам, погибнут все полученные им благословения, благолетия, красота, слава, праведность, удача и приближение к высшим мирам. Разговоры про секс, чтение эротической литературы, такие занятия не приводят к радости душевной, и тело, не получая полного удовлетворения, требует наслаждения еще и еще, пока человек не понимает ни в этом части. Но чем больше вы углубляетесь в тему проектов, тем меньше у вас сил и желания будет развиваться духовно. Один святой сказал, что как квакающая в поле лягушка, которая зовет змею, приди и съешь меня, накликает в свою погибель, но все равно не умолкает, так и люди, и несут всякий издор, тем самым призывая несчастье на свою голову. До речи следует использовать бережно, так как на речь человек, не замечая этого, тратит до 80% жизненной силы. Попробуйте проанализировать, на что тратится ваша энергия. А вы знали об этом? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok